алё ребята сегодня план просто добро пожаловать обзор варкапа сегодня с вами вуди и дональд и у нас очень олдскульная карта но к сожалению у нас мало денег потому что вы все нубы везде ну ну в общем-то появляемся мы тут на старте тут у нас большая платформа по которой можно сделать при джамп а при джамп это уже не очень хорошо в принципе ну что при джамп и для нубов и впереди пады которые естественно олдскульные и все они перелетаются и все в этом роде давайте пропрыгаем пады несложные но тут сразу понятно что желательно долетать до сюда без этой рампы есть у нас граната давайте возьмем и это не двери это у нас телепорт который обратно нас не опускает у нас есть ракета у нас есть много здоровья много брони забираемся наверх здесь нам дают плазму которая нам наверное не очень нужна потому что у нас до сих пор есть ракета здесь мы можем судя по всему облететь а если повезет может даже можно как-то заскимить это все но это вряд ли так там наверху у нас патроны лежат и нам надо наверх карта зеркальная здесь лежит battle suit здесь мега еще аптечка непонятно зачем и все и финиш и здесь у нас работает зеркало с отображением вот там дональд бег а тут у вас не работает тут ну может так и задумано и значок хейста на финиш и дональд сейчас покажет как надо эту карту играть как настоящие мужчины ее играют вот это очень не сложная карта просто стрейф пады сначала мы нам не но нам не надо граната просто идем телепортер взяем блять я взял ракету и всю эту хуйню и здесь можно клип использовать здесь клип и можно с этой клипа с этом клипом сделать дабл джамп вот поэтому не надо граната потому что просто можем делать дабл джамп и с ракетами сюда идти скорость которая ну которую я взял здесь можно использовать здесь тоже не надо потирал и потерять просто идем до батель сюта эти патроны не надо потому что если я правильно играю карту у меня достаточно ракета и ракеты есть вот здесь просто сделаем ракета ракетом здесь и здесь и потом конец немного хуйня потому что глядь этой стены очень сложные очень сложные для ракеты потому что нужно и ты быстро но тоже нужно стрелять в нужное время в нужное время если ты слишком быстро идешь может быть что ты спейсинг короче тут очень странный спейсинг и я помню эту карту если что я и когда-то играл да тут реально очень стрёмный спейсинг если ты слишком быстро идешь что ты можешь просто не успевать выстреливать ракеты там где нужно поэтому здесь нужно очень хороший спейсинг менеджмент должен быть да и вот здесь просто последний ракет последняя ракета и вот там финиш это все мистер про и быстро короче попробуй против быстро вот это все но это это концепт теория нужно здесь сделать дабыл джамп здесь взять батальсют беля вот поехали посмотрим димки поехали ну начинаем свеку 3 да я открывал кутри гиггс кутку звук 31 и 7 play неплохой стрейк но долго очень жмет прыжок вы кутри естественно без гранаты никак не обойтись вы кутри надо в любом случае брать гранату потерял скорость на стена не использую потасюд и очень стандартный рак да просто прошел немножко заткнулся и но в целом очень даже ничего вот перебил на секунды и 3 не сразу стрелала гранату да идет обратно за батальсют бывает ну старт достаточно быстрый но на финише то что он обратно возвращал все это конечно очень много времени потерял комполом с 29 и 8 play из калининграда рус очень долго ждет до гранаты на использую плазу немного быстрее финиш да и рампу кстати говоря да вы кутри надо сходили скорее всего каким-то образом проходить по верху либо от рампы делать рокет джамп и потому что по рампе вы вы кутри не можете прыгать как в цпм и будете постоянно запинаться поэтому очень и очень интересно посмотреть как рампу прошли топ-3 игроки например согласен вот следующий кутри лекс из россии плей на 500 перебил сразу стрелал гранату это хорошо но потерял всю скорость стену от конца была странная и ну потерял всю скорость на стену но хороший ран классный да в целом ну так как сказать то без особых фейлов типа ничего такого но и сильных ошибок нету так что да францов хороший это вовка насколько мы уже знаем 28 9 play хорошо залетел но остановился использовал плазму и конец обычно ну да ничего не пока что ничего особенного следующий бекус перебил на почти с 4 секундов секунд до play очень долго ждет ну не остановишься на взял батл сьют ну рампу медленно проходил да он смог бы использовать ракеты больше ну и финиш пока что тоже без без особенностей до кирф из чайны из китая 24 1 play хороший стрейф две ракеты под конец осталось как раз на финиш да неплохо вот исследующий мразеров из россии на 14 очень хороший конец до рампу очень классно прошел качественно качественно топ-3 поздравляем барсика из украины но я что не помню кто это это какой-то фейк 19 9 play на 2 секунды на 3 перебил сразу взял гранату да не зацепил рампу очень хорошая скорость тел поздравляем тебя поздравляем да ну очень-очень-очень хорошо прошел нормально чуть-чуть из свитерна play на 200 всего перебил не очень не намного быстрее очень хорошая скорость чего-чего какой скин а еще это я опять это смотрю да да давай еще раз мне кажется там стрелочки тебя толкают как джампад я не понимаю будет что это за хуйня так да еще раз посмотрю что за хуйня брич а ты чё делаешь гений какой новые механики нашел но это похоже на ским просто без прыжка да не без стрелять и нокбэк или чё за хуйня да но это похоже на ским что он просто приземлился на стрелочку и заскимил этот угол но 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 ским я должен сказать это в английском ским 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 а ну вот как я и сказал да что стрелочка тебя толкает типа сама на ским этот гарантий то есть это очень даже предусмотрено для vq3 то есть ма пир подумал о vq3 вот ма пир геейн и брич гени тоже да хотя может быть брич не гени а просто открыл карту в радианте и посмотрел триггер и увидел что это среда типа какая то хуйня на кнопке дайč проверю комбайн в килицоче для в aquí да ну в любом случае это это приз за оригинальность пока что если мы этого не увидим нигде то брич получает приз за оригинальность потому что это действительно уважение так сказать ну и первое место прокипа да наш шуба да твой 18 8 вышел из 19 быстро быстро но недостаточно да но не прекрасно ну про кип-оп старайся лучше в общем то что мы можем сказать демка хорошая чистенькая но на батл сьют надо было сразу с батл сьюта делать раки джамп сохраняя старает стараться сохранять скорости делать раки джамп не самор батл сьюта где прямая а уже с рампы и тогда у тебя был бы там намного лучше все еще мы поздравляем топ-3 до топ-3 молодцы молодцы лови сервера да кузлях 24 7 play стреляет какой мистерию тоже через гранату это кажется как вы по 3 до как он играет ну хороший вы ку-3 ческий иран да если бы была награда за вы ку-3 ческий ран а кстати такую награду можно ввести то мы бы ее отдали ку-3 лексу безусловно последующая вайланс на секунду перебил плей очень долго ходил за гранатой очень много времени потерял плазму использует а что так можно было да кстати говорят с плазмой возможно будет быстрее но это не точно но может быть проще по спейсингу легче со спейсингом будет с плазмой но не быстрее но легче и так вот и кипиш 19 7 play из челябинск это в целом это это лучше но рот был очень долгим я не знаю почему это это был надо да как-то очень много лишних движений и в общем-то кипиш может лучше мы все знаем что кипиш может лучше не это прекрасно что-то о чем-то не ракеты хорошие народ вообще же прекрасный самый лучший ну все тогда его пападим делаем довольт окей вот сергей куз на 700 перевел 19 0 тоже долго с гранатой что-то возился надо и стрелять сразу но ракеты классно да где-то хорошего ну в к в конце немного потерял скорости видимо за немного занервничал либо как-то так мышку мотнул но плохой спейсинг может быть ему надо потерял скорость и потому что его спейсинг было был плохой ну можно было отстрелиться не прямо от стены как на скорость а просто на поворот отстрелиться тогда было бы чуть быстрее скорости было бы больше но это уже такими мелочи и технически восемьдесят семь на час плей гранату отстрелил сразу ну это просто обычный ран ничего страшно да просто сделал просто хорош хороший ранд с хорошими ракетами но пока что опять же никаких таких особенностей нету вот следующий . из россии ой музык на секунду перебил почти добыл джамп сделал он питался хороший ранд села неплохо ну нормально до 17 7 балка но и тупой 4 хп ну нормально выкрутился да фиоп 17 0 play интересный старт почти на потолок хит да чуть не врезался там но сделал дабл джамп на батл сути и это дало ему очень много скорости очень много плюса да вот следующий хухала имперс из россии давай мы молодец это обычный ран ну это было чисто по моему ну еще может можно три секунду ну конечно можно так барсик из украины 15 7 на секунду целую play играет спрак и папа опа как он скажешь как говорит рек изи похоже ну не спорю не спорю это было давно ну в целом хороший да и единственное он потерял много на том что не взял батл сьют а нужно спейсинг подравнивать под батл сьют потому что потом ты очень завезешь от миги и вот у хухал и как раз таки очень хороший финиш получился как и поп 4 перебил давай хороший стрейф без гранатов да не стерд а это от стены для батл сьют а ну старт был очень хорошим по моему но конец было немного слов потому что он не взял оба тишут да в конце пришлось с трейфом финишировать из-за этого медленно вы вышло третье место хейс 14 7 поздравляем тебя хейс с третьим местом play маленький при рам с гранатой очень хорошая скорость молодец ракеты были классным по моему классными да но от граната мне кажется его очень замедлило потому что граната взрывается две с половиной секунды или два и семь если быть точным по моему честно говоря если он не использовал граната если он не использовал граната его ран был 36-7 очень хорошая хорошо по моему но без гранаты тогда кстати там скорости меньше ну да да это правда хороший чувак это это все что я хочу сказать окей ладно топ 2 пуз поздравляем поздравляем тебя да play пуз красава очень хороший стрейф очень хороший стрейф очень хороший стрейф спасибо спасибо play так huge при джамп на ракетах больше скорости на ракетах больше скорости и в конце больше скорости это все это все просто надо больше скорости пуз понимаешь и сразу плюс секунда видишь как она бывает план очень просто так ну и давайте посмотрим общую таблицу ой не ту не ту вот так да вот все так сорян кипиш получает минус 7 в общем то потому что старался не очень хорошо а у кипиша обычно тайм где-то вот вот в топ 10 а тут он совсем как-то плохо отыграл прокипоп занимает первое место в ику 3 с чем это это еще больше респект по моему потому что обычно прокипоп играл цп но вот он недавно начал по моему на каждый варкап почти посылать еще и в ику 3 демку и видимо прокипоп хочет стать энтером на следующем тфвц ну и дональд безусловный победитель дональд кстати говоря в рейтинге уже топ-2 так что давайте старайтесь лучше мне карабкаться туда очень долго в этот топ-10 потому что я не играю в варкапы а вот допустим пуз может поднапрячься и не пустить дональда в чемпионы варкапа варкап варкапный чемпион как сказал дональд так что я думаю что надо предложить Носфу добавить награду варкапный чемпион и ее выдавать по окончанию сезона ну на этом в общем то все спасибо еще раз всем спонсорам благодаря вам дональд к нам присоединился и вещает нам на русском иногда на английском но я думаю что в этом проблемы нету вот да всем спасибо всем добрый день да всем пока пока